мы продолжаем что алексей мы продолжаем говорить про экологии мы продолжаем говорить на слабодневную тему на которую нужно говорить говорить и не останавливаться и тему это очень серьезно у нас в гостях дмитритошкин постоянный человек который уже прописали здесь вот он просто он просто спит пока другие гости у нас находятся в студии а потом просыпается и рассказывает нам а исполнительный директор общественного фонда инициатива арча бермет носирова координатор гражданских исследований того же самого фонда и алина сулайманова волонтер доброе утро ну что это за такие исследования когда решили посчитать равна ли стоимость дерева стоимости саженцы как вы уже сказали до нашего прихода действительно актуальность в том что мы понимаем что та компенсационная стоимость которая есть по государству по нашей методике которая практикуется у зеленхоза она не совсем достоверная хоть ее рассчитывали специалисты и не может дерево стоить полноценное дороже дешевле она стоит чем саженец что она стоит на три четыре тысячи ниже чем саженец и поэтому мы решили оценить мы конечно эта методика очень сложная оценки именно цены но показать ценность мы хотим и показать те функции которые приносят деревья тоже хотим потому что как бы есть такое да бесценные деревья и вот как раз таки бесценности на практике выливается в то что цена их очень низкая ну вот к примеру пять шесть тысяч стоит взрослый карагач а из него стоит сделать например там топчан или сундук в пределах двух тысяч долларов можно получить изделие а например там саженец этого карагача тоже оценивается он стоит дешевле хотя лучше приживается допустим чем привезенные вот эти вот дорогие саженцы то есть вот эти цифры постоянно скотч плавают и поэтому очень сложно что-то сказать но когда мы покажем конкретный вот наша цель показать конкретные замеры которые мы делаем мы измеряем как растения подавляют шум условия города как выделяет влажность как снижает полевую нагрузку как снижает температуру и вот за счет вот этих факторов мы хотим показать ценность дерева и получить какие-то цифры например одно из дорогих деревьев мира произрастала в лондонском парке произрастает лондонском парке его стоимость в среднем оценивается практически миллион фунтов стерлингов и откуда эта цена там даже учитывается сколько людей делает селфи рядом с этим деревом то есть параметров по которым дерево приносит ту или иную пользу очень много и экономические параметры мы тоже хотим померить например померить террасные кафе сегодня это очень здорово что развивается это этот бизнес эта инфраструктура когда вот там на террасе люди утром могут попить кофе и обратите внимание такие террасы созданы только там где есть деревья где есть полноценные кроны где есть тень потому что на жаре люди сидеть не будут вот и вот эти вот факторы мы хотим показать для того чтобы придать хоть какую-то достоверную цену городским деревьям какое-то необходимое вам оборудование вот даже замерить шум или какие-то другие показатели есть специальная техника который мы измеряем все абсолютно и влажность и пыль и шум и температуру воздуха вот в качестве измерителя у нас был шумомер то есть мы этим прибором измеряли уровень шума вот и цифра у нас на самом деле печальный можно сказать санитарной нормы на 40 70 децибел в некоторых участках города шум превышает 770 децибел но на фучи качуй где вот металлический забор уровень шума составил 94 децибел то есть а что это в основном что это за шум автомобили технически даже то есть там очень много проезжает грузовых машин обычные легковые машины и так далее то есть это вообще в целом шум там просто отсутствует ну нет наверное должного уровня ну количество деревьев и кустарников там кстати кустарники находятся по моему за забором если не ошибаюсь и в некоторых местах он есть вот перед забором но он опять же не может защитить от шума потому что ну во первых их не так уж и много во вторых они я бы сказал да что низко расположены и сам забор он металлический он резонирует шум он усиляет его вот а те участки где были полноценный кустарниковый ярус он снижал как раз кустарниковый ярус полноценный снижал уровень шума от опасного до умеренного и мы 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 всегда подчеркиваем что мы не занимаемся замерами параметров окружающей среды города хотя это тоже очень интересный предмет но мы занимаемся в основном именно мы пытаемся понять как зеленые насаждения снижают и возможно ли зеленые насаждения заменить например техническими решениями вот почему ребята мерили забор потому что это вот как бы тоже вот а можно ли барьер в виде забора защитить людей от шума также мы мерили например лавочки с козырьками да вот сейчас вот ставят лавочки с козырьками навесы искусственную траву на футбольных полях то есть мы пытаемся также посмотреть насколько мы можем технически заменить зеленые насаждения пока мы еще не увидели ни одного эффективного технического решения потому что например тоже газонная трава на разогревается оказывается этаж вот этот искусственная трава одна teaspoon поле она разогревается сильнее чем асфальт когда мы замерлили температуру мы сами были в шоке потому что но асфальт же по идее должен с ней разогреваться оказалось что брусчатка на более прохладные но более прохладно это 50 градусов а искусственный газон разогревается в этом же месте в этот же в этот же час разогревается в 60 градусов и И важно понимать, что это пластик, он выделяет формальдегиды, ароматические всевозможные вещества. И мало того, что мы дышим, дышат люди, которые занимаются спортом, активным образом жизни, думают, что они повышают свое здоровье. Или, например, искусственная трава и естественный газон. Искусственная трава является источником пыли больше, чем асфальт. Оказывается, вот эта травка, которую настилают, как мы это объяснили, что, например, естественные почвопокровные растения именно не газон, а почвопокровные растения, потому что они более устойчивые в городской среде. После прохождения дождя вся эта пыль впитывается в почву и фиксируется в почве. То вот эта искусственная трава, которая, искусственный газон, я не знаю, искусственная зелень, ковер этот, который на футбольном поле. Пылесборник. И во время игры он выделяет еще больше пыли. И получается, что у нас люди, которые ведут активный образ жизни, здоровый образ жизни, подвергают себя большему риску, чем они бы этим даже не занимались. Да, лучше бы они вообще не играли в этой ситуации. А вы объяснили это владельцам таких панелей? Мы сейчас только собираем данные, и поэтому мы, когда их обработаем, когда мы их интерпретируем, потому что сейчас мы тоже не хотим бить такую тревогу сразу. Но потому что именно сбор данных в нескольких-нескольких точках он позволит. Или, например, козырьки. Оказалось, что они сами являются источником высокой температуры, потому что разогреваются до 70, по-моему, они градусов, вот мы мерили. Они становятся раскаленные. И человек, который находится там, сначала у него есть ощущение, что он зашел в тень, но потом мы мерили вот голову бермет под козырьком этим, без козырька и в тени дерева. И там температуры просто разнятся катастрофически. Потому что нагревается голова до 60 градусов. Безопасно находиться на солнце, нежели под козырьком. Да, вообще, самая безопасная зона, это, естественно, такие, как дуговый парк и так далее, потому что там влажно, там более-менее прохладно, да, и более-менее, скажем так, темно. То есть не надо ни щуриться, ничего. А находиться, например, под козырьком, который установлен, да, у нас вот в больших частях вообще города, по всех, то там состоится ощущение, как будто ты находишься в бане. Да, потому что там происходит парниковый эффект, особенно прозрачные козырьки. Через них проходит солнце, падает на поверхность, например, той же лавочки или асфальта. Солнечная энергия, получается, инфракрасное излучение, усиливается инфракрасное излучение и накапливается вот в этой вот парилке, оно вот получается такой вот, как бы... Страшные вещи вы с утра рассказываете. Мне вот хочется спросить у Алины, как вы попали вообще во все это? К людям, которые рассказывают страшные вещи. Да, к людям, которые вот так вот пугают нас. Я являюсь волонтером уже второй месяц, да, и когда мне дали задание зимирять шум, я с радостью согласилась, и когда мне дали аппарат шума, шумомер, я была очень удивлена, потому что я до этого не знала, но такой, существует такой проблем, да, 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 и мне дали объекты, которые я должна была посещать и измерять шум. Это было вот, да, Берметра рассказала, вот, Фучика, и там было вот 94, потому что там не было деревьев и вот эти кусты. До этого я не знала, что существуют такие вот проблемы в Кыргызстане. Теперь я могу уже, ну, рассказать друзьям, что мы должны как бы бороться с этим, и я очень рада, что я пришла в эту команду и являюсь волонтером. Ну вот после того, как все результаты будут готовы, будет ли у них какая-то законность, узнали, какая-то международная сертификация, и где потом их можно применить? Ну, знаете, мы не являемся организацией, мы все общественная организация, мы не научная организация, и мы в большинстве своем экологи и ботаники, которые могут дать конкретные рекомендации. Вот мы, например, рекомендации создавали для мэрии города Бишкек, рекомендации по озеленению городских территорий, и мы подтвердили наши гипотезы, потому что с экологической точки зрения важно высаживать деревья, кустарники, травы, обязательно, чтобы вот эти три яруса существовало. И у нас так и получилось, что, например, просто деревья вдоль дорог, они совершенно не помогут бороться с шумом, потому что шум гасят именно кустарниковые ярусы. С пылевым загрязнением справляются не только деревья, кустарники, но и почвопокровные растения. А от температуры высокой солнечной активности защищают у нас деревья. И те экологические принципы озеленения, которые мы прописывали в этом видении, в этой программе, они подтвердились как раз вот этими данными. Потому что наша основная задача не напугать, не говорить о том, что в каких плохих условиях мы живем, потому что, ну, этой информации достаточно. Каждый раз мы понимаем, что мы едим не то, и спим мы не так, и живем. В футбол мы играем неправильно. Вот, мы хотим собрать эти данные, замерить самые лучшие решения с растениями, потому что вот ребята еще замеряли не только просто вот, когда есть барьеры за растениями, разные типы растений. Хвойные растения как гасят шум, кустарники как гасят шум. То же самое вот с тепловизором. Мы смотрим, как разные виды деревьев справляются с увлажнением воздуха и спасительной вот этой тень, где прохладнее она. И мы, наша задача, с одной стороны, оценить действительно ценность дерева в городе и дать рекомендации, как можно улучшить состояние окружающей среды города. То есть вы можете сказать, высаживать лучше вот такой вид деревьев, да, а под ними сажать вот такие кустарники, такие кучки. Сказать-то можно, прислушившись к этим рекомендациям. Мы очень надеемся, что прислушившись. А вот то, что вы уже говорили, как-то мэрия прислушивается к рекоменду? Да, да, мы на самом деле, ну, несмотря на то, что и у нас бывают спорные моменты, но и много положительного сотрудничества. Вот, например, сейчас мы разрабатываем совместно с мэрией и при поддержке ОБСЕ разрабатываем инструкцию по инвентаризации деревьев. Потому что руководство зеленхоза, они действительно, они понимают, что это большая проблема, что деревья стоят недорогой, цена небольшая, и как бы нету контроля, где их выпиливают. Иногда очень часто, кстати, выпиливают не сотрудники зеленхоза, а просто приезжают бравые ребята и представляются зеленхозом. Поэтому уточняйте, спрашивайте документы, берите, как бы, звоните, уточняйте действительно деревья. Когда я приехал с топором, я думаю, много вопросов ему не задашь. Вот, и мы вот сейчас совместно с ними разрабатываем методику, где будут как раз-таки тоже описываться моменты и сдержек на уход за дерево, потому что это тоже не считалось в той методике, в той методике, которая сейчас не считается, сколько уходит сдержек на уход за этим деревом, сколько оно стоит, да, и вот это тоже очень важный показатель. Да, потому что у нас сейчас много бальных деревьев, вот прям невооруженным взгляду видно. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Мы, я думаю, с удовольствием еще поговорим на эти темы, потому что, ну, это есть любые темы. И главный контрольный вопрос, который ты захотела задать, но забыла. Я хотела задать, да, у нас уже остается мало времени, но мы быстренько спросим. Да, вот эти вот жучки-клопы, да, откуда их стало столько много, что происходит? У нас просто прекрасная была весна и лето в этом году, очень влажное, прохладное. Мы все насладились прохладой. Они тоже насладились, они тоже захотели любить и размножаться, и поэтому их так много. Они всегда были у нас в городе, просто в этом году были очень благоприятные условия для их размножения. Потерпите немножко, в следующем году, скорее всего, их не будет. То есть нам год еще осталось? Нет, во-первых, сейчас начнется жара, и где-то к середине июля, когда появится жаркая погода, они, конечно, к вам будут проситься в дом. Вот они очень не переносят жару, во время жары их численность спадет. Самый простой способ борьбы с ними, не давите их, не пытайтесь, потому что у них запах достаточно неприятный. Просто пылесосом вы можете также их собирать у себя в щелях, в оконных проемах, потому что они во время жары туда именно забиваются. Сейчас во время жары их численность спадет. Но они безопасны, они не кусаются? Да, 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 они безопасны. Спасибо вам большое, да, успокоились. Сначала напрягли нас немножко, теперь успокоим. Мы вам желаем удачи в ваших исследованиях, будем всячески помогать, способствовать. Ну и я думаю, сейчас люди сами задумывались о том, что такая проблема действительно существует. Будем надеяться, что мэрия прислушается, что у нас будут внесены какие-то изменения. И мы вновь станем одним из самых зеленых городов Санкт-Петербурга. Мы надеемся.